ПЕСНЯ 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 Таша! Таша, сумолёт. Лжи! Оронена captivity ПЕСНЯ Варя! Серёжа! Ну чего? Ты что скажешь, а? Нет, нет, я не платила. Приехал, Серёжа. Значит, шарм, шарм, стоять. Ну пошли. Серёженька, как же так? Приехал и ничего не сообщил. Да ты понимаешь, я так торопился, что не успел написать, Варя. Так у нас выдано. Здравствуйте. Сергей Николаевич! Сергей Николаевич! Мишки, Городишки, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. А у меня для вас целый вор в писем. Давай. Сейчас, Мишка. А-а-а! Алмашенька! Здорово! Здорово, Городишка! Тяжелоранен. Всё было, всё и прошло. Сергей, ну как у тебя сейчас со здоровьем? Вот одного боюсь. Чего это? То есть с компсом трудно придётся работать. А это почему? Стрелка врать станет. Слишком много вовнутри железа привёл, а? Ха-ха-ха-ха! Ты всё шокишь! Ну смотри-ка, орденов-то сколько, а? Слушай, Сергей, откуда сейчас, а? Из Москвы. Ну вот видишь, а мы в Москву, что называем, с печальными результатами. Да. Ну обнаружили бедное месторождение Платинды, малький рудничок Вольфрам. Ну а как же алмазы? Сергей, ну какие тут алмазы? Да, ты всё придерживаешь той теории, что алмаз только в Африке на то придерживаешься. И рассказываешь этот анекдот, как один джентльмен шёл по берегу реки Оранжевой и набрал полцилиндра алмазы. Ха-ха-ха! Слушай, я очень хотел бы, чтобы этот анекдот повторился и здесь. Да? Да. Ну а твоё мнение как, Варюша? Ну да больно об этом, Серёжа, поцом поговорим. Ты смотри, Борис, какая интересная жизнь начинается, а? Новые споры горячие. Ведь ведь что он идеолог, то прям идеи разные. Чего ты знаешь, всякие вещи интересные переглядят, а? Так совсем волну забыл. Слушай, к тебе же письмо из министерства. Так что ж ты молчал? Слушай, Варвара Михайловна, наконец-то. Хорошо, пожалуйста, пойдём, ты же устал, Серёжа. Идём, идём. Ну-ну-ну. Ну вот, подожди, подождите. Я хочу разглядеть вас. Опять вас? Тебя тебя не интересует, я привыкну. Ну? Какой ты стал мужественный. Что ты говоришь? Мужественный? Нет, проще говоря, постарел. Ха-ха-ха-ха-ха. Варя, я так терапился. Я так ждал встреч с тобой. Ты приехал за мной, да? К тебе. Дерноплесца очень хорошо. Очень, очень. Теперь ты будешь моей женой. Ну что ж ты молчишь? Серёж. Ну, поцеловать тебя можно? ЗВОНОК 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 Да-да. Здрасте. 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 У меня есть Сера? Кто? Кто? Соломатов тебя просит. Идите, Петрович, не дайте мне на минуточку. Алло. Здрасте, Игнать Петрович. Здрасте, дорогой. Очень, очень по вас соскучилось. А? Завтра с утра к вам заявлюсь и всё вам расскажу. Как-когда? Сейчас. Простите, одну минуточку, Игнать Петрович. Ты понимаешь, Соломат поезжает завтра в Верховье, а у меня к нему очень важно. Отложить никак нельзя. Серёжа. Нет, Варя, не могу, честно с ним. Игнать Петрович, я сейчас приду. Варя, ну ты извини меня, я через 15 минут вернусь. Да я же быстро, Варя. Идите. А, здорово, земляк. Здорово. Ну-ка покажись, какой ты есть. Здравствуйте. Здравствуйте, Игнать Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, руки, ноги целы, значит, работать можешь. Ясно. Голова на месте, значит, что-нибудь придумаешь. Ну, пойдём потолкуем, молчайся-ка. А то у меня в шесть уроков. Какой урок? Английский. Зачем это вам английский-то? Ага, и тебе советую. Пригоди. Да? Да. Ну, садись. Рассказывай. Зачем ты в родные края? Замазали, Игнать Петрович. В зал. Подумай, а я тут сейчас с одним директором потолкую. Может, мне вытянет? Нет, нет, зачем? Ты сиди. Можно? Сиди, сиди. Что ж ты, Игнат Петрович? Садись. Спасибо. Что ж ты, Игнат Петрович? Ну, заколивай. Спасибо. Игнат Петрович, ну что ты на меня нажимаешь? Людей у меня мало, машины старые. Да, планы выполнить не можешь, а? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. С трудом, с трудом. А ты ещё для Сталинграда лес оставляешь меня рубить. Не плачь, Титя, не плачь, напрасно. Напрасно, да я для своего района план еле выполняю. А что ж ты называешь своим районом? То есть как что? Ну, свой район. Понятно. Ну, дальше? Нет, я так больше работать не могу. Я должен уйти в отставку. А теперь отставку не дают. В тираж выводят. Вот что, директор. Лес для Сталинграда в первую очередь. И чтобы темпов не снижать, понятно? Понятно. А я в Верховье, пошли в свой заместителя. Угу, он там на месте разберётся. Правильно. А потом ты его под суд отдашь. Вера? То есть как под суд? Да-да, ну всё понятно. Вот что. Собирайся и завтра вместе поедем на лес заготовки. Очень хорошо. Вот и договорились. Договорились. Всё. Под серб ты захвати. Спасибо. Ох, хитрый мужчина. Головой под пулю ты, а ему медали кресты. Ну как, надумал? Если надумал, я могу завтра тебя подбросить. А как с людьми-то? До войны у мястики работали? Ну вот как раз их стойбищ там и есть. До лес на лыжах дойдёшь. А если Еляшев из заповедника не придёт, лесничка себя проводит. Лесничка? Да. Какая ты лесничка, да? В лесу без неё наплачешься и от неё нарыдаешься. Вам, товарищ Париков, можно? Да, да, проси, проси. Можно, Игнатий Михайлович? Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Игнатий. Сергей, это твоя работа. Игнатий Михайлович, что вы по этому поводу скажете? Я прошу вас, садитесь. Спасибо. Я вас хочу послушать. Я считал и продолжаю считать, что продолжение работ в Красногорском районе нецелесообразно. Сергей, у каждого идеолога свои идеи. Но вредная идея недорого обходится государством. Парас, товарищи, пожалуйста, садитесь. Спасибо. А в данном случае ещё за эти идеи приходится отвечать и мне, как начальнику экспедиции. Я же нашёл алмазку, а здесь? Здесь речь-то идёт о промышленных скоплениях, а не об единичных алмазах. Ведь эти алмазы доказывают только то, что правы были мы с Варварой Михайловной. Игнатий Петрович, если бы он обнаружил берег Древнего моря, тогда ещё мог бы предположить, что здесь у нас на Урале Африка. Я буду искать верховье древнего русла реки Ним. У перевала Трёх камней, куда я не успел добраться, потому что я ушёл на фронт. Там она размывала ультраосновные породы, содержащих в себе алмазы. Да ты же знаешь геологическую обстановку нашего района? Многократный перемыв в течение ряда веков смыл отложения древних русел и разбросал алмазы по большой площади. Промышленных скоплений здесь быть не может. Да не может быть, не может. Но они должны быть. И они должны быть в галечниках реки. И особенно их много должно быть в карстовых воронках на дне реки. Ну, возможно, воронки будут сильно обводнены. Мы постараемся взорвать эти воронки, выпустить в воду, и вот там-то должны быть промышленные скопления. Чепуха! Вы перемыли здесь все на нос. Вы каждую песчинку в лоб рассматриваете. Ну а алюминий, гранат, циркон, которые вы же обнаружили в песках, ведь это же спутники алмазов. Я не понимаю, о чём ты говоришь, Сергей. Да присутствие минералов, спутников ещё ничего не доказывает. Я не могу на этом строить научную теорию. Вот это вот напрасно. Игнат Кирович, короче говоря, я хочу знать, кому вы больше доверяете. Кому вы больше верите, геологу или мечтателю? Сталиноградницу. Да, вы против такой веры? Логические доводы бессильны. Но я должен предупредить Игнатия Петровича, что со своё особое мнение я сообщу министерству. Да-ка, пожалуйста, пожалуйста, Борис Леонидович, это ваше право. Только апостол приготовьте немедленно к отправке. Слушай. Нет, ну подумайте, говорит, это какой-то одержимый. Он ничего не хочет слушать. На каждое моё слово у него тысяча возражений. Он прямо твердит своё. Я не мог его уговорить. А вы подумайте, Ваня, если мы не вернёмся в Москву раньше лета, сколько возможностей пройдёт мимо нас? Вы подумайте, что делается в других экспедициях? Нефть, редкие ерунды, золото. И всё это пройдёт мимо нас ради пустой мечты Сергея. Я написал в министерство, Ваня. Вот, простите. Я полагаю, что вы понимаете, Ваня, что сумеете разделить, где начинается личное и... Ваня, вы поймите, что одно к другому не имеет ни никакого отношения. Да что вы, Борис Львович, неужели вы можете заподозрить меня? Я геолог и целиком разделяю вашу точку зрения. Я поговорю с Сергеем. Каждый с вами идёт. Ну? Я не понимаю тебя, Сергей. Я не узнаю тебя. Война тебя переменила. Ты никому не веришь, ты всех подозреваешь, даже меня. Варин. Не перебивай меня. Ведь так же нельзя. Ты один прав, а все остальные нет. Ты один настоящий геолог. Варин, я этого не считаю. Не перебивай меня. Ты прекрасно знаешь, что я не верю в твои красногорские алмазы. И всё-таки ты хочешь, чтобы я тебе помогала. Помогала в деле, в которое я не верю. Варин. Ты собственник. Я собственник. Вот не подогревал этого. Ты напрасно смеёшься, да-да-да. Я тебе не товарищ по профессии, которая имеет свои взгляды, убеждения, а твоя собственность. И ты считаешь, что я должна делать всё, потому что я люблю тебя. Варин, ну ты посмотри. Нет, нет. Ты скажи, ты мог бы поступать так сам? Мог бы идти за мной? Мог бы делать дело, в которое ты не веришь? Мог бы? Я... Да, ты. Нет, не мог бы. Вот видишь. Не мог бы. Ничего не вижу. Всё это чепуха. Как ты можешь не верить, когда вся страна в великом строительстве? Когда говорят нам нужные алмазы. Нам, геологам, искателям. Варя, ты извини меня. Ты понимаешь, я снял фагоны, но я ещё солдат. Ну побуди ты немного солдаткой. Ты понимаешь, это приказ пятилетки. Варя, ты знаешь, я ещё там на фронте видел реку Ним. Видел долину, в которой там тысячи лет тому назад. Миллионы лет, Варя. Ты представляешь? Но у нас нет этих миллионов лет впереди. Потом. Нельзя же терять здравый смысл. Вот именно. Я его, по-моему, и не теряю. Здравый смысл заключается в том, чтобы я бы искал алмазы. И я их найду. Я не такой ожидала встречу с тобой, Сергей. Варя, ты же понимаешь, только ты мне можешь помочь. Ведь ты же знаешь, как я люблю тебя, Варя. Не верю. Подписывайтесь на канал. ПЕСНЯ Красивые места, Игнать Петрович, а? Красивые, богатые. Вот проведем здесь железную дорогу, построим в Кайде город другой и спокойно можно умирать. Перехватил, Игнать Петрович. Нашему району железную дорогу не дадут. Ну это все зависит от нас. Может быть все памятник поставят? Ну тебе памятник не поставят, работаешь плохо. Ну как умеет. Ну, обиделся директор. Если нам с тобой спасибо большое скажут, не то хорошо. Скажут, Игнать Петрович, скажут. А что вы, за алмазами едете? Ведь вроде как. А как же это вы один в тайгу? Ну зачем же один? Мы ему сейчас же пришлем бригаду. Да. Да. О, да не выберите. Да. О, да. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и конец нашего обжитого мира. Я думаю, отсюда ближе всего тебе будет. Вот. А? Денек, да? Хорош. Хорош, хорош. Ну и нашу тебя встретится у перевала трех камней. Ага. Ну? Желаю успеха. Спасибо. Пошли, давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот и поговорите с тобой Да, я и говорю Домбай А вы не сердитесь, Христина. Я ведь у вас долго-то не задержусь. А я и не сержусь. Да? Видела я диалогов. Приходил тут один, тоже драгоценные камни искал. Не задержался. Алмазы на ними, говорит, бред сумасшедшего. А вы знаете, кто это сумасшедший? Это я. Похоже. Устал я, Анечка. Да, смертельно. Ну, шутку сказать, восемь колхозов объехал. Два рудника, два затона. Устал. У вас еще что-то осталось, Игорь Игорь Игорьевич? О, это меня к себе гончары затащили. Вот видишь, новые глазочки изобрели. Но я так думаю, домохозяйцам не поверят. Долго их обманывали. Вся посуда размыкала. Ну, Игнать Петрович, вам пора спать. Анечка, а что было без меня? Парторг ЦК Бумажного комбината звонил, из обкома инспектор приехал, завучтехникум просил принять, из редакции звонили, вашу статью ждут. И два председателя колхоза были. О, наши опытники вывели морозоустойчивый ячмень. Вот, Анечка, может быть, скоро свой хлеб есть будем. Видишь, пошлем в северный колхоз и пусть выращивают. А что же она не звонила? Звонила. Она сегодня в больнице дежурь. Да? Ну, если она дежурь, так я, пожалуй, тут и посплю. Астронич! 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 Принимай гостей! Астронич! Астронич! Да, погонщики пришли, а ну-ка быстренько, самоварчик и звони Палихову. Игнатий Петрович, ну когда же вы отдыхать-то будете? В выходной, в выходной, давай скорей. Входите, товарищи, проходите, садитесь. Рисандин, товарищи. Здравствуйте. 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 У вас вас откликнали? Олежка, привели. Очень хорошо, очень хорошо. Присаживайтесь. Сейчас чайку сообразим. Вот и начальник придет. А морозный сегодня? Да. Что там морозный? Холодно. Я только то, что приехал. О, вот и начальник ваш пришел. Игнатий Петрович, что случилось? В съезд народу в север погонщики пришли. Игнатий Петрович. Нужно срочно отправлять обоз для мистера. Обоз ночи? Ну почему такая спешка? Это же, как говорится, в утро вечера мудренее. Ха-ха. Или тише едешь, дальше будешь. Скоро весна, реки разольются. Так что нужно срочно отправлять. Игнатий Петрович. Игнатий Петрович. Выслушайте меня. У меня все готово. Ну давайте не будем отправлять обоз. Вы поймите простую вещь, Игнатий Петрович. Нестеров вернется раньше, чем обоз успеет до него дойти. Ну какой смысл? Ну какой смысл тратить государственное следствие ради бреда геолога Нестерова? Ну какой смысл этого? Борис Львович, есть две меры для человеческих поступков. Это выполнить нормы и инструменты в шкаф убрать. Или к труду приложить вдохновение. Тогда с нормами не считаются. По конкретному случаю у меня есть своя точка зрения. И больше того, я написал в министерство, теперь жду ответа и надеюсь, что он будет положить. И долго нужно ждать ответа? Ну. Ну тогда нужно обоз посылать всрочно. Зима уходит. Простите, Игнатий Петрович, а кто будет отвечать за это? Вот-вот. Для вас главное, кто ответит. А вот для Нестерова, как ему ответить на доверие народа? Как начальник экспедиции, отвечать будете вы? В таком случае, я обозу не пошлю. Ответственности сновались. Простите, Игнатий Петрович, ответственности никогда не боялся и не боюсь. Но как начальник экспедиции, я не имею права этого делать. Ну что ж. В таком случае, мне придется ответственность взять на себя. Нет, Игнатий Петрович, на это я не могу пойти. Может быть, я и плохой начальник, но ответственность я с себя снимать не собираюсь. И раз дело принимает такой оборот, то обоз я пошлю. Значит, договорились, договорились. Ну, теперь дорога вам знакома, приходите в гости. Вроде далековато, Мария Семеновна. Далековато. К вам за три сырья, завтра с чайом приходит. Ну, большое вам спасибо за хлеб, за соль, до свидания. А дорога вам пойдет вон по той ложбине. Там уж Филипп Иванович, в Красных горах его старство. Так, так. А на дочку не сердись. Молодая еще. Северка обдует, помягче станет. Ну, что вы. Привет ей передайте. До свидания, Мария. Благодарю, благодарю. Соболь! Соболь! Соболь, Соболь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здравствуй, Филипп Иванович! Я ждал тебя! Откуда ты знал, что должен прийти? В охотничьей почте огонь дымный жжет, застрелся охотники видят. Ну, как там, Игнатий Петрович? О, жив-здоров, привет просил передать. Спасибо, устал подвиг? Есть малость. Ну, пойдем чай пить. Всякое дело с еды начинается. КОНЕЦ Вот, однако здесь жить будем. Ну что ж, очень хорошо. КОНЕЦ КОНЕЦ По знакам ног камней в избу носим. Скоро жить негде будет. Ничего, Филипп Иванович, один камушек найдем, целый город построим. Город? А ты смеешься на стариков? Да ты погоди, погоди, хватать. Придется тебе в Красногорск идти, Филипп Иванович. Красногорск? Зачем? Пальков что-то с обозом конетель. А мне уже люди нужны, инструменты. Да, торопиться надо весна скоро. Лухарь землю клюет. День-два и пути не будет. Ну, я про это говорю. Ну что ж, скорее идти, так надо идти. Да, иди, Филипп Иванович, иди, а то ведь, ты понимаешь, худо мне придется. Да, худое у тебя дело. Скоро охоте конец, и голоду пропадешь. Подождите, любимый, так... Подожди, подожди. Это же алмаз, чистый двухкаратник. Он же пятьсот золотых рублей стоит, Филипп. Пятьсот золотых. Где ты его взял? Тут наш день. Где тут? Тут, где дом стоит. Здесь? Угу. Слушай, Филипп. Я знал, Филипп, я знал, что они здесь, а? Кто знал? Ты ты понимаешь, здесь прииск будет. Обогатительная фабрика, Филипп, а? Электричество. В тайге электричество. Город будет, Филипп. Ты понимаешь, дети будут изучать географию. Алмазный город, расположен на Урале, на реке Нима, а, Филипп? Ты звонила, Аня? Звонила. Ага, хорошо. И он сказал, обязательно приедет? Вот только конференция закончится и приедет. Ага. А может, ты еще раз, а? Филипп, ну, 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 ну. О, Игнатий Петрович. Здравствуйте, Игнатий Петрович. Здравствуйте, Игнатий Петрович. Почему вы здесь, не с обожем? Хотели ехать, Игнатий Петрович, не отпустили. А в который день, Игнатий Петрович? Что такое? Что такое? Пальхов ко мне. Пальхов вылетел в Москву. Как в Москву? Варвара Михайловна, пойдем, Филипп. Варвара Михайловна, пожалуйста, срочно к товарищу Соломатову. Ну, а как дорога? Плохо. Сейчас пойдешь, через три дня дойдешь. Через три дня пойдешь, через неделю дойдешь. А через неделю пойдешь, совсем не дойдешь. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте, Варвара Михайловна. Возьми. Объясните мне, что происходит. Пальхов вызван срочно в министерство. Улетая в Москву, он приказал отправлять обоз. Но вот вчера пришла телеграмма. Задержите отправку обоза до выяснения. Жду приказа закрытия разведки. Сообщите Соломатову. О чем я вас уведомляю? Покорно вас благодарю. И вы согласились задержать обоз? Я не могла с этим не согласиться. Почему? Потому что я согласна с Пальховым, с его научными доводами. Ну да. Наука нам говорит. Ну да, наука, наука, наука. А вы-то где? Завели пластинку имени Пальхова и крутите. Простите, Внатья Петрович, у меня есть свой разум. Я заинтересован в этом больше, чем кто-либо. Ведь там же Сергей. Почему вы не уважаете моих убеждений? Убеждений, убеждений. А сердце где? Вот товарищ Пальхов открыл красный железняк и закрыл его обратно, потому что его достать нельзя. А если Нестеров найдет алмазы, можно будет построить завод. Вот вы, Варвара Михайловна, в верхнем течении Нима видели медистые песчаники, говорите, тощие. А когда там будет дорога, будет там рудник. Наши немские леса сейчас недоступны для вывоза и сплава, а тогда не пойдут в Ленинград и Сталинград. Сейчас в моем районе 30 тысяч жителей, а тогда их будет 500, будет открыта новая земля. Ну, хотя бы одно доказательство. Один камешек. Я бы повела. Хотя бы один камешек. Камень, камень. Однако человеке надо думать. А если тебе камень нужен, вот он камень, гляди. Алмаз. Откуда он? Еще отец моего отца на Нимрике нашел. Я поведу област. Спутники есть, а алмазов нету. Да. Тоже мне спутнички есть, а еды-то нет. Эх, сейчас бы ряточкой бы зажарить бы. Что же это, Палик, решил уморить, что ли тут? Да, что-то Лермонтов не укладывается. Варя, Варя, Варя! Что это такое? Работа, что ли? Неужели Варя, а? Варя, Варюшка! Не узнаете, Сергей Николаевич? Стало быть, мне богатой быть. Христина. Что стали? Сядем. Вы что, не рады незваному гостю? Просто новоядер вине. Помогли бы. Мама просила проведать, хлеба напекла, пирогов. Пирогов? Давайте, давайте, а то волки все растащим. Какие волки? Я сам волк, Кристина, что ли? Кристина, как вы забрались-то, а? Ведь тут уже три дня пути. Не три, а один. Я ведь в ямах не задерживаюсь. Так, это вы еще про ту яму-то говорите, да? Да-да, про ту самую. У меня тропы короче. Эх вы! Сидит в лесу несмышленый человек и ни о чем не думает. Кто это, я-то? Да, вы. А босс-то ведь может не прийти. Как от не прийти? А так, вода на горных речках весь лед съела. Не сегодня-завтра оттепель начнется. Вы там все принесли? Иду, 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 иду. Да давайте, давайте ведро-то. Ну, в чем же дело? Позвольте, а сколько надо ведер перетаскать, чтобы найти алмазы? Ух, а вы что, устали, что ли? Немного устала. Вот если мы с вами перевернем целую тонну земли и найдем десятую грамму алмазов, то, значит, цель оправдывает средства. О-о-о! О-о-о, а вы как же думаете? Я думала легче. Да? А вы знаете, Сергей Николаевич, я ваши рассказы даже сегодня во сне видела. М-м-м. Ага. Вот как будто в том ущелье течет ваша подземная речка. И мамонты идут на водопоем, и голубые алмазы сверкают, и будто бы я переплываю на речку. Ну, вы переплыли речку-то? Конечно. Ну, это очень хорошо, как говорит, сон в руку. Надо пойти посмотреть это ущелье-то. Зачем? Интересно посмотреть выходы породы с твоей стороны. Сейчас не надо. Теперь земля мокрая, камни ползут. Да ведь смотрите, а поезд туда совсем нет не пройдешь. Не надо, Сергей Николаевич. Я серьезно говорю. Ночь в парад застанет, не вернетесь. Потом завтра я уйду. Ну, вы без меня-то не уходите, хорошо? Нет, уйду. Нет, без меня не уходите. Не уйдете? Не знаю. Вы пробочки-то захватите, а я все-таки схожу. Спасибо. Сколько красивых камешков. Сколько красивых камешков. Может быть, свое простое счастье, Я, даешь нам, в городе найду. Куда вы его положили? КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 КРИСТИНЯ Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Николаевич. КРИСТИНЯ Ну что? Ну откуда вы знаете, что у меня опять самые трудные дни, а? Нет, вы колдуньи, да? Вы все шутите. Нет, мне не до шуток. Ну вы нашли хоть один, Тану Мадик? Нет. Нет. Какой вы несчастливый. Ну искали бы хоть красивые камушки. Вот я в тот день нашла очень много. Вы тогда ушли и не попрощались, и оставили только одни камушки. Я не все оставлю. Я один захватила с собой, да, парни? А что это за камушек? И почему один? Ну потому что он простой и ясный. Очень похож на вас. На меня? Ну покажите. Ведь это же алмаз. Алмаз? Где вы его нашли? Погодите. Алмаз. Было много воды и снег. Был снег. Так я же его нашла здесь. На этом самом месте, где мы сейчас с вами стоим. На этом месте? Кристина, подземная река должна быть здесь. Давай, командов! Отемная река! Здорово! Сергей Николаевич! Давай! Давайте идем! Идем! Сергей Николаевич! Деви, давай сюда! Пристин! Кристина, девите по ногам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 прощайте не прощайте а до свидания желаю вам прямого пути и смелых верзаний так и будет игнатий петрович за прошлое я расплатилась своим счастьем за будущее буду бороться передайте ему привет ответ куда не знаю может быть на енисей может быть на саян но вас я благодарю за все за все на счастье а вы спросите геолога нестерова что бы вы стали делать если бы не нашли алмазы однако стал бы искать дальше не люблю какую пурную могучую реку вы днесли в жизни это река счастье христиан а она а а и и Продолжение следует...